Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы познакомимся с очень интересной ударопрочной новинкой от компании Cubot под названием King Kong Power, которая в первую очередь может похвастаться емким аккумулятором на 10000 мАч, хорошими запасами памяти 8056 ГБ, достойной связкой камер с модулем ночного видения и дополнительным мегамощным фонариком. И за все это добро производитель просит всего лишь 14 с небольшим тысяч рублей, а сейчас с купоном от продавца на 2000 рублей так вообще 12 тысяч. В общем аппарат реально очень интересен, так что давайте познакомимся с ним поближе. Вы на канале Smart Life, поехали! В комплектации вы найдете различную инструкцию с скрепкой, зарядное устройство на 33 ватта, защитное стеклышко, гарнитуру относительно неплохого качества с выходом под Type-C, а также кабель USB Type-C, причем Type-C с обеих сторон у нас выход, ну и смартфон с уже наклеенной защитной пленкой на экран. Выпускается смартфон у нас только в одном цветовом решении, черном, как в моем случае. Других вариаций у нас здесь, к сожалению, нет. Диагональ его составляет 6 целых 58 сотых дюймов, при соотношении сторон 29 и Full HD Plus разрешение. Матрица IPS имеет стандартную частотную линию экрана в 60 Гц. Стекло у нас ударопрочная грилоглаза, но какого поколения неизвестно, без каких-либо закруглений 2 и 5D. И сразу могу сказать то, что вот стекло немножко утоплено, то есть передний край вот этой части как бы выпирает за пределы стекла и как бы это положительно сказывается на ударопрочности нашего смартфона. Значит, в верхней части расположилась фронтальная камера по центру, вырез по фронтальную камеру, перфорация под разговорный динамик и также индикатор событий. Сейчас вам продемонстрирую. Индикатор событий синего образца. Вот так вот он у нас выглядит. Кстати, вот внизу сразу обращаю ваше внимание, заглушка под зарядку и разъем под USB Type-C стандартный, не углубленный, то есть вот я стандартный кабель использую без каких-либо проблем, то есть это хорошо, то есть любой кабель подойдет, это безусловно плюс. На верхней грани расположилось два светодиода, то есть это у нас фонарик, вот здесь отдельная кнопочка с правой стороны, которая запускает фонарик. Яркость фонарика померяем чуть попозже, а на правой стороне, кнопочка, которая запускает наш фонарик, кнопка питания, в которой устроен сканер впечатков пальцев, металлическая такая вот рамочка, точнее вот такая вот ставочка, ну нижнюю часть я вам показал, с левой стороны тоже металлическая ставочка, кнопки регулировки громкости нашего смартфона, ну и тут заглушка под сим-карты. Вот так вот, можно, кстати, без крепки вот так вот доставать, это тоже, в принципе, хорошо и плюс. Разъем, вот лоток, сим-карт, формата 2 наносим, либо наносим и microSD карточку сюда можно без особых проблем установить. Это хорошо, заглушечки хорошие. Смартфон, естественно, у нас имеет степень защиты от воды, пыли и грязи, IP68 и IP69K, то есть ничего не боится, погружаться под воду можно, в общем, грязь, ничего этому аппарату не страшна. Сзади надпись компании Cubot, вот такие вот рельефные вставочки тоже у нас присутствуют, перфорация под основной динамик, отверстие дополнительного микрофона громко-связи либо шооподавления, ну и камеры, три модуля камеры со вспышкой, вот так вот это у нас все у нас дело выглядит. Материал корпуса у нас такой вот резина, я бы так вот сказал, ну какой-то резиновый пластик, вот так вот, то есть и не резина, и не пластик, какой-то комбинированный такой вот элемент, точнее не элемент, а материал, естественно, ударопрочный, все в порядке. По периметру смартфона вот такие вот есть усиляющие конструкцию смартфона, чтобы при падении он у вас не пострадал, то есть, в принципе, степень защиты и ударопрочность смартфона, безусловно, тут продумано достаточно хорошо. Ну, по габаритам, естественно, могу сказать, что смартфон у нас имеет такие вот немаленькие габариты, но, друзья, вот для демонстрации показывал там Mi 11 Ultra, мой стандартный смартфон, которым я сейчас пользуюсь, не сказать, что прям-таки вот он сильно уступает. Вот я могу сказать то, что я взял смартфон в руку, по ширине, по высоте, эргономика, ну, для меня нормальная, то есть, в моей руке пользоваться я могу без особых проблем, то есть, никакого дискомфорта не испытываю. Да, конечно, он немаленький вес, немаленький, толстый смартфон, но для такого нормального мужика, у которого руки немаленькие, подойдет смартфон без особых проблем. То есть, в плане эргономики могу сказать, что я никакого дискомфорта не испытывал. У меня, конечно, немаленькая рука, ну, и не сильно большая, так что, в общем, в целом, для мужика, как говорится, для бати подойдет без особых проблем. В общем и в целом сборка хорошая, претензий не вызывает, ничего не хрустит, не болтается Но видно, что добротный качественный смартфон, так что в этом аспекте у аппарата полнейший порядок Работает смартфон у нас под управлением чистого андроида, 13-й версии Прошивка глобальная, с поддержкой беспроводного обновления и с полным переводом на русский язык Как видите, иконки не видоизменены, то есть стандартный такой вот чистый андроид Давайте зайдем в экран, яркость можно регулировать, адаптивная регулировка яркости, время отключения экрана Темная тема присутствует, это хорошо, ночная подсветка, это у нас такие вот более теплые тона Тонкой калибровки экрана, как видите, тут у нас, к сожалению, нет, печально, но имеем, что имеем И что еще сказать, да и в принципе тут у нас каких-то таких вот дополнительных продвинутых настроек я здесь не нашел То есть стандартный чистый андроид без каких-либо таких вот дополнительных прибамбасов Все у нас здесь, ну как бы, настраивается, как в чистом андроиде, так что в этом аспекте все у нас здесь привычно Верхняя шторка выглядит вот таким вот классическим образом, под себя, само собой, это дело все настраивается без особых проблем Снизу вверх меню, где располагаются все наши основные приложения Google сервисы у нас здесь предустановлены, все в порядке, никаких претензий нет Вот они присутствуют Звонилка от Google, поэтому запись звонков разрешена только с уведомлением, с кем вы будете разговаривать Ну и как видите, ничего, лаунчер не тормозит, с этой стороны лента виджетов, хотя ее можно при желании убрать Давайте отчаем приложение с памяти по классической схеме Запускаем Play Market, как открывается, прогружается, все четко, все быстро А Chrome тоже, 4PDA, тоже смотрите, все, полный порядок И YouTube-чик, YouTube-чик, как обычно Ну, друзья, что могу сказать, видите, пооптимизировано очень даже хорошо Претензий по программам составляющей никаких нет Смартфон работает шустро и оперативно Давайте проверим работу сканера четков пальцев Встроен кнопку питания Ну, что могу сказать, такой вот среднебюджетный Не сильно шустро отрабатывает, но процент попадания у него достаточно хороший Функции Face Unlock, к сожалению, я здесь не нашел Как ни парадоксально, может быть, плохо искал, но имеем, что имеем на данный момент Значит, работает смартфон у нас под управлением чипа от Mediatek MT8788 Других названий, я так понял, у данного чипа нет Так что вот так вот имеем Он у нас выполнен по 12-инаметровому техпроцессу Имеет 8 ядер, 4 из которых А73 и А53 Графический чип Mali-G72 MP3 Разрешение у нас здесь Full HD Plus При этой дигнали плотность пикселей составляет 406 ppi Хорошая плотность пикселей в целом, могу сказать Как видите, у нас HDR поддержки нет Ну, экран 60-герцовый Оперативной постоянной памяти Тут у нас хороший набор 8256 Это хорошо, это как бы плюс Запаса памяти вам хватит для всех нужд Касаемо датчиков NFC у нас здесь присутствует И остальный набор датчиков тоже достаточно хороший Компас есть, гироскоп, ориентация, освещение, приближение Все имеется без каких-либо нареканий Wi-Fi модуль двух диапазона Имеет поддержку полосы в 2.4 и в 5 ГГц Также мультитачный дискасаний Вполне отзывчивый Смотрены результаты тестов Antutu Десятая версия, как ни парадоксально Почему-то графический тест в Antutu не запускается Но я посмотрел соизмеримые показатели Процессоров Helio P60 Вроде бы как соизмеримые с этим чипом И в общем должно выдавать в районе 50 тысяч баллов То есть где-то 270 тысяч баллов в реальности Должно выдавать по показателям Antutu Но почему-то графический тест не запускается Не знаю, чем это связано Может быть в будущих обновлениях над этим поработает Значит, Geekbench, смотрим показатели Это у нас шестая версия 320 и 1271 баллов Теперь смотрим на графические возможности На примере теста WideLive Вот здесь все запустилось Все в порядке И как видите, показатель 654 балла В принципе, ну, чуть получше, чем у того же Helio P60 Так что в этом аспекте вроде как все в порядке Далее посмотрим на устойчивость в графических возможностях При долгом геймплее Просадок нет Показатели держатся стабильно хорошо Видите, устойчивость практически 99% Далее посмотрим на KPU Trotting Test 100 потоков, 60 минут Тоже показатели хорошие Система не перегревается Троттлинга нет Так что в этом аспекте тоже у нас все в порядке Теперь посмотрим на показатели теста скорости оперативной постоянной памяти По постоянной памяти В принципе, результаты достаточно неплохие У нас здесь не EMC память, а UFS И поэтому в целом скорость на чтение и на запись очень даже хорошая Оперативная память более бюджетная Вот тут я скажу, что как бы показатели не сильно высокие Так, ладно, хорошо Теперь коснемся непосредственно экрана Значит, экран у нас IPS, как я уже напоминал Значит, можете посмотреть на показатели яркости по моему прибору Radex Lupin 125 candel И в автоматической вручной яркости В принципе, нормальные значения Да, не сильно яркие Но на солнце пользоваться смартфоном можно То есть это не 90 candel, а 125 Вполне неплохо Вполне неплохо, так что в этом аспекте все у нас здесь в порядке И минимальная яркость на полный минимум можно смотреть В полной тяноте никаких претензий нет Значит, экран охарактеризую я как достаточно хороший Плохо, что нет калибровки экрана в настройках более тонкой Но в целом могу сказать то, что от калибрового он достаточно хорошо То есть в желтый, в холодной оттенки не уходит Калибровка экрана меня здесь вполне удовлетворила И поэтому, ну, в принципе, корректировать ее нет особого смысла Углы обзора хорошие Может быть, конечно, плохо то, что у нас он 60 герцовый, не 90 герцовый Но в целом, как для такого недорогого ударопрочника, экран здесь достаточно добротный Смартфон работает во всех необходимых сетях Имеет поддержку всех необходимых бэндов, включая седьмой и двадцатый 5G поддержки нет Но в целом, я думаю, что это не сильно принципиально, так уж и важно Касаемо разговора динамика и микрофона То они здесь вполне на уровне Вполне Я слышал собеседника отчетливо и хорошо И он тоже мне слышал хорошо То есть как на стандартном смартфоне Никакого такого вот ощущения, как будто вы звоните из трубы Так что в этом аспекте у смартфона все в порядке Никаких нареканий вообще нет А по звуку в наушниках То он здесь такой вот среднебюджетный Да, конечно, не флагманский, но, опять-таки, я повторяюсь Если у вас есть качественные, хорошие наушники Уверяю вас, звук в наушниках вас вполне удовлетворит Не для аудиофилов, но в целом он очень даже достойный Давайте проверим звучание внешнего динамика Он у нас расположился на задней части Давайте послушаем, насколько он хорошего качества Что могу сказать, друзья? Динамик достаточно неплохой Вполне на уровне Вполне никаких подхрипываний, репений По частотному спектру он тоже достаточно неплохой Может быть, конечно, не совсем удачное расположение сзади Но, с другой стороны, он не перекрывается За счет того, что здесь камера так вот выпирает То есть перекрытие не ощущается По запасу громкости тоже все у него в порядке Так что, в общем и целом, динамик вполне очень даже хороший Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона На улице на сегодня пасмурная погода Немного срывается дождик Но, несмотря на это, как видите, спутники он определяет быстро и четко В районе 10-12 спутников у меня определяло GPS-голонас и BDO поддержка есть Так что, по навигации проблем тут у вас не будет Позиционирование здесь точное и достаточно быстрое В игровом плане от смартфона, конечно, многого ожидать не приходится Друзья, у нас не сильно мощный процессор Но, в целом, поиграть в игры несложного ранга можно без особо уж проблем Вот Asphalt 9, я сейчас играю на средних показателях Вполне все комфортно себя ведет Танки тоже на таких вот средне-минимальных PUBG На низких значениях Ну и Genshin Impact поиграть можно, но только на полном минимуме То есть, в целом, как бы, смартфон с играми справляется относительно неплохо Но слишком высоких показателей ожидать не приходится Но, с другой стороны, вы прекрасно понимаете, что он здесь не игровой смартфон Поэтому, ну, само собой, вполне я считаю, что показатели игровые здесь на уровне По нагреву здесь перегрева вообще нет В районе 38 градусов корпус греется Вообще никакого дискомфорта Так что, в общем, в целом, и с нагревами, и с играми у смартфона все достаточно годно Итак, друзья, проверим фонарик, который у нас сзади находится с камерой В районе 300 люксов дает Это хорошие показатели, сразу могу сказать, хорошие показатели То есть, фонарик, вот этот задний, достаточно мощный Но, если сравнивать его с фонариком, который у нас идет вот здесь вверху Он, конечно, мега мощный Не знаю, сейчас там камера, да, видно 20 люкс, но это, друзья, не 20 люкс, а 20 тысяч люкс Если переводить по вот этому фонарику, который, если сравнивать с таким вот задним И поэтому, вот, видите, одна тысяча А если вот так напрямую, то светится у нас, получается, в районе 20 тысяч люкс То есть, мега мощный фонарик И действительно, в полной темноте я ходил, снимал Посмотрите, вот эти 20 люкс достаточно мощные И использовать их как фонарик в полной темноте можно очень даже уверенно Ну, по поводу камеры Значит, камера может похвастаться основным объективом Относительно неплохим на 48 мегапикселей Также у нас 2-х мегапиксельный макро Ну, такой вот более номинальный, хотя тоже его использовать можно Но самая интересная фишка – это камера ночного видения на 20 мегапикселей Достаточно неплохой сенсор от Sony MX350 И тут, естественно, такая вот подсветочка для ночного видения Присутствует такой вот отдельный светодиод инфракрасный В общем, камера ночного видения – это тоже круто Естественно, тоже поснимал Продемонстрирую вам, естественно, все это дело Значит, друзья, вот параметры видеозаписи Тоже обращаю ваше внимание Тут максимально поддерживается только Full HD разрешение 30 кадров в секунду К сожалению, стабилизации нет, это печально И по части видео меня, откровенно говоря, подрастроило то, что нельзя с камеры ночного видения включать видеозапись Здесь, видите, только фотография включается Может быть, в будущих обновлениях над этим поработают, я не знаю, может быть Но вот только фотографии с камеры ночного видения Вот смотрите, включая свет Действительно она есть, рабочая И в целом фотографии получаются очень даже на уровне Ну, на самом деле, друзья, я нашел выход из ситуации Как записывать видео Заходим вот здесь, запись с рабочего стола Нажимаете начать И вот у вас своего рода пошла видеозапись с рабочего стола Вот таким вот образом Да, конечно, запись звука не записывается Вот какие-то здесь температурные датчики высвечиваются Что, наверное, камера перегревается Но вот такой вот мини-лайфхак Как сделать запись с камеры ночного видения я вам продемонстрировал Так что пользуйтесь Это все возможно Да, через костыли Но, по крайней мере, вот такая вот возможность у нас присутствует Также тут у нас портретная съемка Смотрите, вот повышенного разрешения 48 мегапикселей Это у нас размытие заднего фона Бьюти Ночной режим тоже в ночное время суток достаточно неплохого качества Ну и макрообъектив В общем, в принципе, макрообъектив тоже, видите, вплотную можно фотографировать В целом 2 мегапикселя, но относительно неплохие 2 мегапикселя По части непосредственно макро В общем, смотрим примеры фото и видео и оцениваем все сами Но я сразу могу сказать, что и фонарик здесь мегамощный И задний, и вот этот верхний И камера ночного видения тоже меня, безусловно, порадовала Давайте произведем тест камеры нашего смартфона Запись видео производится в Full HD разрешении 30 кадров в секунду Смотрим Автофокус Хороший Никаких претензий в этом плане нет Пройдемся, посмотрим на отсутствующую стабилизацию Как видите, картинка дрожит Ну, в углу фото, в принципе, при желании по стабилизации можно сделать Зум у нас здесь небольшой, четырехратный В общем, в целом, снимать можно днем Только для того, чтобы картинка была более стабильна Нужно использовать по стабилизации от Google Photo Теперь давайте проверим запись видео с фронтальной камеры В Full HD разрешение отсутствует Только HD разрешение, к сожалению Стабилизации тоже нет Ну, что сказать В принципе, снимать можно Высокого качества, конечно, ждать не приходится Но, в общем, в целом, я считаю, что Как для такого ценного сегмента Вполне неплохо снимаешь Ну, и напоследок проверим запись видео в ночное время суток Full HD разрешение 30 кадров в секунду По шумам, ну, такое, в целом Шумы, конечно, есть, но не агрессивные Так, фокус присутствует Давайте, тут у нас уже полная темнота Автофокус уже посложнее Но определяет Но определяет Так что, в общем, в целом Снимать в ночное время Со смартфоном можно Ну, и напоследок проверим запись видео С фронтальной камеры в ночное время суток По-моему, по части кадров тоже печально немножко все В общем, снимать можно Но высокого качества ждать не приходится Итак, друзья, давайте тестировать фонарик На куб от King Kong Power Вот я включил Показываю, насколько он по яркости хороший И вот, чтобы продемонстрировать На дерево Вот, смотрите Освещено дерево Темнота Светит достаточно хорошо Так что, по яркости фонарик на куб от King Kong Power Очень даже хороший Использовать его можно без особых проблем Так, теперь тестируем Ночную видеосъемку Вот, смотрите Полная темнота Демонстрирую вам Разницу между камерой Как-то ничего не видно Вот, и вот ночная видеосъемка Очень жаль, что нельзя Видеозапись производить с камеры Вот только через запись с рабочего стола С экрана могу произвести Продемонстрировать вам Но ночной фонарик Как бы ночное видение У камеры присутствует И я думаю, что В некоторых случаях использовать его Можно очень даже Хорошо Продолжение следует... Емкость стройного аккумулятора Оставляет 10600 мАч Посмотрим на результаты разряда смартфона В разных условиях Сколько он теряет за 10 часов воспроизведения видео По Wi-Fi на YouTube При средних показателях яркости Также, сколько у него производится Разряд за час игры в Asphalt 9 И сколько он теряет за ночь При активности карты Как видите, друзья Показатели просто замечательные Просто замечательные Естественно, аккумулятор у нас С большой емкостью Поэтому автономность у аппарата На порядок лучше стандартных смартфонов Ну, точнее сказать В два раза лучше Это ощущается Поэтому в плане автономности День такого вот Мега-гиперактивного использования Естественно, он выдерживать будет Но так, я думаю, что В режиме средней эксплуатации Будете заряжать где-то раз в 3-4 дня Вот так вот Где-то так Так что вот в общем и целом По автономности у смартфона Вообще никаких проблем нет И в этом плане Это, конечно, является Одной из ключевых преимуществ Данного смартфона Так что брать с собой в лес И переживать за автономность Я думаю, что вообще не стоит Также следует выделить то Что смартфон у нас имеет Такую вот Относительно неплохую зарядку В 33 ватта Да, конечно, благодаря тому Что здесь у нас такая вот Большая емкость Заряжается он не сильно быстро Но, по крайней мере Не сильно и долго Как для такого вот Аккумулятора в 10 тысяч мм Так что в общем и целом Скорость зарядки Относительно хорошая Но автономность просто отличная Итак, друзья Давайте подводить итог Как и всегда Для того, чтобы вы бодол Более наглядным Структурированным И объективным Восполнить наш сторонник интеграции Со всеми характеристиками Что же могу сказать в целом Про данный ударопрочный аппарат А то, что это, наверное Одно из самых лучших предложений По соотношению цена-характеристики На данный момент В категории таких вот Ударопрочных аппаратов За свою цену Мы получаем Очень даже неплохой И бодрый процессор Который хватит Для всех повседневных Стандартных задач А также Экран Очень даже неплохой По яркости Вполне годный И претензий у меня к нему нет Автономность у него Отличная 10 000 мм 5 часов В связке с Достаточно хорошей эргономикой Это тоже многого стоит Обычно Как бы такие вот Смартфоны с большой емкостью Аккумулятора Не очень имеют Хорошую эргономику Этот же аппарат напротив Хороший вот такой вот Баланс Емкого аккумулятора И достаточно Удачной эргономики Ну еще в категорию плюсов Можно выделить Что Динамик задний хороший В качестве разговорной Динамики микрофона Тут тоже все у нас здесь В порядке Ну и фонарики Тоже здесь вас Порадуют Как задний фонарик По яркости Очень даже хороший Так и вот этот верхний 20 диода Достаточно мощный И в полной темноте Использовать этот фонарик Я думаю Что многие будут Очень даже часто Так что Если вот вы выбираете Смартфон там Для охоты Для рыбалки Как бы вот такой вот аппарат Бюджетное Хорошее решение Плюс еще здесь Камера Имеет такой вот Модуль ночного видения И это тоже Является наверное Одним из ключевых Преимуществ данного смартфона По крайней мере За эту цену Я ничего другого Подобного Нигде не находил Да есть недочеты В частности То что нет записи Видео с Камеры ночного видения Это немножко Меня подрастроило Но в целом Как бы вот Обходя эту задачу С помощью записи С экрана С рабочего экрана Можно вот таким вот образом Обходиться Да костыли Но надеюсь Может быть в будущих обновлениях Над этим поработают И будет возможность Записи видео С камеры ночного видения Так что в общем В целом Смартфон очень хорош И я однозначно Его рекомендую к покупке По крайней мере Пока сейчас на него Еще там действуют акции Его можно взять в пределах 12,5 тысяч рублей Я считаю что это Очень интересное предложение Для своих характеристик И для запасов памяти 81056 Рекомендую Но там свое мнение Касаемо данного устройства Пишите в комментариях Также не забывайте Принимать участие Вопрос о ВКонтакте И ставьте лайки Если хотите поддержать данный канал На этом большое всем спасибо За внимание Всем мира, добра И до скорых встреч В будущих обзорах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok